Производственные показатели выполнены. Удачненский ГОК постепенно вступает в новую фазу развития. Объем добычи составил 100%. Начинается освоение Верхнемунского месторождения, введен в эксплуатацию первый в стране экспериментальный завод по изготовлению двух видов эмульсионных взрывчатых веществ. Об этих и других событиях уходящего года смотрите в сюжете Ирины Балковой. Год сложный, но интересный, говорит директор Удачненского ГОК Александр Махрачев. Несмотря на трудности, связанные со строительством подземного рудника Удачный, специалисты комбината справились с поставленными задачами. Если говорить в целом по работе Удачненского комбината, Удачненский комбинат в целом выполнит все свои показатели, которые он на себя взял. Самое основное это объемы добычи алмазов и товарной продукции. Мы эти показатели выполняем, выполняем показатели по извлечению, но все остальные. Показатели добычи в карьере Зорница могли бы быть выше. Отсутствие моста через реку Далдын не позволяет во время паводка вывозить руду с месторождением. Напомним, в этом году принято решение доставлять людей и все необходимое к месторождению с помощью временного подвесного моста. Но и здесь оказалось не все так просто. Мы теряем ежегодно месяц, по-любому мы теряем на то, что на период паводка в этом году пытались работать, но там много дополнительных проблем приносит. То есть это и по переправке людей, и по доставке питания. Взрывные работы не производятся, приходится у нас и взрывные работы не производить. Ну то есть подготовку объемов параллельно не производится. На обогатительной фабрике номер 12 у Дачинского ГОКа сданы в эксплуатацию тяжелосредная установка и мельница мокрого самоизмельчения. Продолжается строительство временного технологического круглогодичного проезда к Верхнемунскому месторождению. Напомним, его строительство началось 1 ноября 2015 года. Одним из ключевых моментов года введение в строй уникального завода по изготовлению эмульсионных взрывчатых веществ для открытых горных работ и подземных. Аналогов ему в нашей стране пока нет. В автобазе технологического транспорта номер 3 продолжаются испытания большегрузной техники. В настоящее время технологические трассы на объектах у Дачинского ГОКа штурмуют грузовики трех концернов «Скания», «Тонар» и «Вольво». Предварительное совещание мы провели и окончательно, я думаю, что в ближайшее время тоже будет принято решение о выборе машины, которая будет, вернее автопоезда, которая будет ходить непосредственно у нас до Верхнемунского родного поля. Максимально выгодно с наименьшими издержками. В течение года в комбинате велась работа по снижению затрат. «Алроса» заключила договор с консалтинговой компанией «Дилоид». Руководство компании «Алроса» хотело бы иметь более точный прогноз по общепроизводственным расходам, а также по требованиям к различного рода инфраструктуре, то есть к энергетической инфраструктуре, к ремонтной инфраструктуре, к логистической инфраструктуре, чтобы подготовиться к реализации планов к 2019 и 2020 году. Вот этой работой мы, в принципе, и занимаемся. Что касается социальной сферы, Удачинский ГОК совместно с администрацией города ведет активную работу по подготовке к юбилейным мероприятиям, которые пройдут в 2017 году. Ирина Балкова, Денис Сиротин, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова